Здравствуйте, уважаемые товарищи! Информационный доклад к сведению. Краткая справка. Кобра. Далее К. Дублирует печатью саму себя, печатая свой логотип и номер, свидетельство и регистрации о регистрации лого-типа, который зарегистрирован авторским правом в кавычках. Кое авторское право зарегистрировано в организации, которая в свою очередь зарегистрирована в Российской Федерации. И которая своим существованием порождает какие-то юридические права. Какие неважно, как она сможет или не сможет их защитить, тоже неважно, но юридические права порождает и хорошо. Зарегистрировав свой товарный знак, лого-тип в скобках, своей печатью они дублируют свое присутствие, свое свидетельство о регистрации тем, что рисуют этот товарный знак, подводя свое присутствие под него и отождествляя себя с товарным знаком. Затем они создают организацию, которая дублирует государственные органы своим хитрым уставом, представляя себя как организацию в кавычках, оказывающую помощь государству в осуществлении его функции в кавычках. И сносочка будет ниже. И показывают так называемые документы, в кавычках. Товарный знак, который дублирует свидетельство о регистрации товарного знака. Вся презентация К на этом, в общем-то, заканчивается. Если слушали внимательно, вам уже все понятно. Если слушали не очень внимательно, то перемотайте еще раз. А я еще чуть-чуть продолжу. Остается добавить несколько нюансов. Первое. Написание организации напоминает собой написание вируса, который действует в определенном программном обеспечении со всеми вытекающими. Этим и являясь. То есть, в скобках, баркатный захват системы. Об этом писал внутренний предиктор СССР в своих записках. Об этом писал товарищ Сталин, освещая видение того времени в работе отдельные проблемы социализма в СССР. Об этом начинал писать товарищ Ленин в апрельских тезисах. И второе. Наличие ОГРН от 2006 года зарегистрированный в РСФСР. Неплохо, да? Третье. Учредители. Обратите на них особое внимание. Я обратил, но это тема отдельного доклада. И для объективности посмотрите. По каждой из организаций. Обратите внимание на организации, учреждающие ИК. Должен быть сделан вывод по каждой из организаций. Что за организация, в какой стране зарегистрировано, в РФ или в РСФСР или и так далее. А теперь под... Еще коротенько. Дублирование и фикция. Вопросы государственной безопасности это прерогатива государственных органов. И заниматься этим должны именно государственные органы, а не самозванцы. И партия КПРФ, являясь частью государственного управления, должна быть более разборчива в привлечении кадрового состава. И в приложении идет рабочий материал, в подшивке, в наличии нескольких десятков листов. Еще отдельно подсунточкой я выше говорил. То есть дублируя их, да? Дублируя государственные органы в тем, чтобы помочь, оказать помощь государству, да? Смотрите, об этом не заявлено. А заявлена именно помощь. А вот нуждается ли государство в их помощи? Об этом они не спрашивают. Они просто делают ничего не делание, преподнося себя как помощника государственной структуры. Помогает, помощь, помощенствовать. На этом доклад окончен. У меня все.